И вот этот Господь, этот Бог, Авраама, Исаака и Якова, Бог Яхве, повелевает фараону отпустить народ израильский. В чем проблема фараона? Проблема фараона не в том, чтобы отпустить израильский народ совершить праздник. Может быть, он бы это и сделал. Но проблема в постановке вопроса. Вопрос поставлен так, что фараон должен отпустить народ по просьбе Бога Израиля. А это уже серьезно. Почему? Дело в том, что если мы посмотрим на историю Египта и вообще на историю Древнего мира, то можно увидеть очень интересную особенность. Во всех государствах того времени правителем является царь. Всякий раз, когда мы говорим о фараоне, сразу же ассоциация Египет. Своего рода уникальное слово. В чем здесь дело? Что такое фараон? Причем это слово является интернациональным на всех языках. Фараон, если бы мы могли посмотреть на древнеегипетском языке, то мы бы увидели три иероглифа. Первый иероглиф в виде такого незавершенного прямоугольника означает пер. Пер – это дом. Два остальных иероглифа, которые изображены в виде птиц. Сейчас здесь нету этого иероглифа. Это два иероглифа. Один звучит как буква А, звук А. Другой как более гортанное А. Означает великий. То есть фараон в буквальном смысле означает великий дом. Что такое великий дом? Даже сегодня, когда мы говорим, например, белый дом, в России это сразу же отождествляется с резиденцией председателя правительства. В Соединенных Штатах это отождествляется с резиденцией президента. А великий дом на древнем Ближнем Востоке отождествляется с местопребыванием Верховного Божества. Кто такой Верховный Бог Египта? Это не Осирис. Верховный Бог Египта самый главный, само слово. По-египетски Бог звучит как Nature. Слово Nature часто звучит, отсюда берется английское слово Nature, латинское слово Natura и так далее. Это очень серьезный идеологический термин. Nature означает Верховного Бога, который как бы безлик. Действительно безлик. И у него нет изображения, но он есть. Он как бы все создал. К нему никто не молится. Молится к богам второго разряда. Вот Осирис и Исида и другие египетские боги – это боги второго звена. Что эти боги делают? Эти боги, во-первых, они антропоморфичны. То есть у них есть определенные человеческие качества. Но они умеют обращаться к этому Nature и оттуда брать то, что нужно. Интересно, что сегодняшние идеи о природе, создавшей этот мир, о природе, которая так красиво создала тот или иной пейзаж, от которой идут стихии и хорошая погода и так далее. Это фактически древнее традиционное апеллирование к вот такому вот безликому богу олицетворением, воплощением которого является никто иной, как египетский фараон. Вот почему фараону было трудно отпустить народ израильский. Потому что, сделав это, при постановке вопроса, как она была сформулирована Моисеем и Аароном, книги «Исход», пятая глава, фараон бы признал, что есть кто-то, есть какой-то конкретный бог, бог, имеющий имя, бог, существующий объективно, бог, который любит и помнит о своем народе, который главнее фараона. Для фараона это политическое, идеологическое и религиозное самоубийство. Вот почему он отвечает во втором стихе. Кто такой Господь? Или в оригинале, кто такой Яхве, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Яхве и Израиля не отпущу. Вот эти слова фараона являются началом цепочки событий, которые в Библии традиционно называются десятью казнями египетскими. Что делает Господь всемогущий, бог Авраама Исаака Иакова? Нам в тексте сказано, он совершает чудеса. Чудеса для того, чтобы Египту продемонстрировать свою силу. А что делает фараон? Фараон всякий раз видя, что его жрецы после третьей казни уже не в состоянии продуплицировать эти чудеса, ожесточает свое сердце, понимая, что скоро его авторитету как Бога, как божественному авторитету может наступить конец. Кто в этом виноват, что сердце фараона ожесточается? Бог ли виноват? Ни в коем случае. Виновата система. Не сам фараон. Знаете, в Египте фараон был игрушкой религиозной системы, которая существовала не одно столетие. Системы, в которой основная власть и экономическое могущество были сосредоточены в руках храмов и их жрецов. Периодически Египет сотрясали экономические кризисы, в которых все могло перевернуться с ног на голову и меняться любая фараонова династия. Но жрецы никогда не менялись. Они управляли этой страной, они держали в руках умы и сердца людей. И именно эту систему, именно эту систему Бог желал сотрясти. Для того, чтобы не только израильтяне, да, мы читали, что результат так и был, много разноплеменного народа вышло, чтобы не только израильтяне, но и египтяне могли познать, кто такой Господь Яхве. И вот, что делает Всевышний. С каждой новой казнью он атакует определенные элементы языческой религии Египта. Нил источник экономического благосостояния, надежный, весьма надежный, потому что питается в своих истоках от двух рек, от белого Нила и от голубого Нила. Нил никогда не пересыхает, его циклы разлива дают плодородный Ил, благодаря которому Египет выращивает пшеницу, основу своего экономического могущества. И вот этот Нил превращается в кровь. Жабы, мошки, песье мухи, с каждой новой казнью египтяне прежде всего могут убедиться в том, кто сильнее, Бог Авраама, Исаака, Якова или их фараон воплощение безликого, безличностного Бога Нечера. Но фараон не отступает. Всякий раз, сделав какой-то шаг назад, отступив перед силой Всевышнего, он продолжает стоять на своем и не отпускать народ. Как я уже говорил, фараон знает, что тот момент, как он это сделает по велению Бога Яхве, он признает себя не всемогущим. не 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 ни Продолжение следует...